всем привет дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семена чемоданных с вами я славят сегодня выпуск необычный сегодня будут конечно же красивые кадры как же без них ведь турция очень красивая страна но сегодня суть выпуска в том то что я хочу вам рассказать о том как изменилась турция за последнее время точнее как она изменилась двадцать третьем году относительно 2022 года по сути то она и не изменилась горы на месте море тоже на месте все тропы которые были тоже на месте это по сути все на месте но очень очень сильно изменились цены и почти на все вот именно про это сегодня хочется с вами поговорить в конце выпуска мы поделимся нашими планами в случае одобрения либо в случае отказа внж ведь очень часто на наших стримах мы этот вопрос всегда поднимаем но на стримы все не приходят поэтому мы решили что выпуске сегодня мы про это расскажем чтобы вы тоже понимали наш план действий какие у нас мысли в голове но вы перед просмотром обязательно поставьте лайк пишите комментарии в процессе если не затруднит сделать репост в свои социальные сети но мы начинаем погнали сейчас немножко предыстории мы приехали в турцию осенью подались на внж и ждали внж и отсюда конечно хочется сразу начать с первого изменения который коснулся нас уже как бы в этом году потому что мы снова в турции дамы уезжали на шри-ланку после отказа потом приехали снова подались на внж так вот все затраты которые есть плане внж выросли в два раза но смотрите расскажу на примере конкретно госпошлины которую мы уже оплачиваем в гетче когда приходим на рандеву тогда у нас было рандеву 26 декабря 22 года сейчас у нас было в конце мая госпошлина на взрослого человека составляла 500 лир я сейчас огругляю не вдаваясь подробностям 483 500 лир на ребенка пошлина стоило 250 лир сейчас когда мы отправились в гетче госпошлина составила почти 900 лир на взрослого человека она детей уже по 500 лир представляете ну это ровно x2 когда мы подавали в октябре на внж нам отказали но отказ был в январе и мы поставили машину на стоянку когда мы узнавали про машину в декабре того года нам говорили что стоянка будет стоить 25 лир в сутки когда мы ее поставили цена стала 50 то есть x2 и сейчас когда мы будем забирать за все дни простое мы будем платить каждый день по 50 лир хочется сразу тоже отметить что лира как и осенью было 4 в среднем так и сейчас она 4 в среднем то есть бывает 37 бывает 43 но средняя цена 4 относительно рублю также все остальные документы договора заверить апостелировать и так далее то подобное страховки эта цена тоже выросла в два раза то есть если вы сейчас приезжаете в турцию и вы читали информацию где-то в интернете по ценам то обратите внимание какой даты эта статья ведь скорее всего если вы сейчас приезжаете будь подаваться на внж те цены декабря либо ноября либо октября они точно не актуальны ребятки мы очень долго думали и все-таки решились на это и мы создали свой мерч авторский наш мерч с нашими авторскими картинками которые мы самостоятельно придумали прорисовали отправили на печать и вот на предыдущем стриме мы даже разыграли несколько в наших футболок и одну кружку мерч у нас состоит из четырех позиций это футболка кофта с капюшоном она же худи кружка пока только белого цвета и кепка сейчас пока что кофта и футболка тоже идет в черном цвете потом со временем добавим белой и всего четыре принта это первый второй третий и четвертый как получить наш мерч на самом деле все очень просто вы можете написать нам в любую социальную сеть и просто его приобрести тем самым вы поддержите наше развитие и сделаете себе классный подарок которого нету ни у кого только у наших зрителей а также можно поучаствовать будет в розыгрыш который пройдет уже сегодня вот если вы сегодня смотрите выпуск то сегодня вечером у нас будет стримчик на котором мы снова разыграем несколько позиций даже не упускайте свою возможность обязательно приходите на стрим участвуйте и забирайте мерч ну либо просто спешите мне либо настенки и приобретайте а теперь продолжаем сейчас когда мы вернулись в турцию мы еще пережили выборы точнее двойные первый тур и второй тур так вот когда началась за заварушка с внж пошли массовые отказы я так понимаю что это была какая-то предвыборная история и соответственно местные жаловались на такое огромное количество приезжих и просто всем поголовно начали отказывать и помимо отказов еще многим людям просто обнулили внж дабы так сказать набрать себе очки но это вижу лично я возможно все это не так власти остался эрдоган как будет дальше дела происходить по поводу внж цен и так далее и тому подобное никто пока не знает будем смотреть и наблюдать валира плюс минус 4 рубля так и остается и когда мы прилетели в турцию после шри-ланки естественно мы первое с чем мы столкнулись мы поняли насколько же подорожало такси так как машина у нас стоит на таможне передвигаться машине мы пока не можем поэтому естественно в стамбуле мы использовали такси и по прилету и там дальнейшем по мелким каким-то передвижением это такси и я скажу что такси в турции сейчас стоит недешево я помню 2020 год когда мы здесь также зимовали проводили два месяца мы спокойно передвигались такси так мы прилетели в турцию и было достаточно комфорта во первых все это удобно что вышел из подъезда щелкнул на банку такси тут же подъехала ты поехал и это были комфортные деньги то сейчас я так думаю что такси в два раза дороже и здесь очень стоит подметить если вы приезжаете в туристический город возможно это будет как вам советом смотрите внимательно чтобы таксист включал счетчик не нужно садиться в такси либо перед тем как сесть такси задавать вопрос сколько будет стоить доехать туда-то туда-то поверьте мне он вам зарядит такую цену от которой вы просто обалдеете и даже скорее всего эта цена будет в долларах приходите машину просто сели прям в такси сказали адрес и все обратили внимание что на зеркальце заднего вида есть счетчик либо на панели стоит счетчик он должен обязательно его нажать а если он его не нажал то просто ему скажите мол нажми и тогда вы поедете по нормальному местному тарифу но в любом случае как ни крути тарифы сейчас гораздо дороже расскажу на примере кемера нам от нашего комплекса до моря буквально там три три с половиной километра были случаи когда я просто подходил к таксисту вот с таким вот а сколько будет стоить до нашего жилого комплекса он не горит 10 долларов 10 долларов за три километра ну чё-то вообще нереально в итоге я потом понял как просто с ними общаться просто садился в машину и говорил но суть дела не меняет 70 лир нам стоит по счетчику доехать от моря до комплекса это тоже немало и знаете не накатаешься поэтому приезжая сюда обращайте на это внимание ведь переплачивать придется везде и нужно всю эту историю ужать того момента как мы приехали в турцию мы поменяли уже несколько мест жительств и хочу вам сказать что цены на жилье тоже изменились это касается как покупки так и аренды все выросло в два раза если вы сейчас приезжаете в турцию нам такие много пишут когда мы говорим вот один плюс один от 1000 долларов в месяц и люди пишут ой как же дорого блин реально дорого но других цен здесь нету либо вы за 1000 долларов будет снимать нормальную хорошую квартиру либо виллу либо там я не знаю еще что то но у вас будет нормальное жилье либо вы можете искать квартиру наподобие ну так себе это будет примерно 600 700 долларов да такие тоже варианты есть но опять таки это будет турецкий дом этого не будет никакого комьюнити в комплексе как не будет ничего либо комплекс старый то есть по сути сейчас цены на более-менее нормальное жилье начинаются от 1000 долларов мы это поняли еще когда пролетели в стамбул мы там снимали посуточные нам конечно тоже двигали неплохую аренду но там как бы все можно понять все таки это стамбул все таки мы жили на самой туристической улице в стамбуле условно как москве на арбате пожить вот поэтому окей но когда мы прилетели например в анталию уже в алании смотрели в кемере и собственно мы сейчас живем в кемере и сейчас уже лето у них с апреля уже идет сезон естественно цены еще больше поднимаются и скажу вам что если вы хотите например приехать пожить там месяц-два летом возле моря то готовьте денежки это по-любому и без разговоров то есть попытаться найти тем более возле моря какое-то жилье там типа за 500 долларов либо там за 600 но скорее всего у вас не получится я не могу точно утверждать что у вас это не получится как говорится кто ищет отсюда найдет но у каждого свои приоритеты каждый хочет свое определенное но средняя цена уже тысяч долларов а если это комплекс какой-то ближе к морю либо там не знаю вообще анталия то цены там еще выше и вы знаете есть ребята которые нам пишут мол типа да ты чего это очень дорого это вообще будет развод а мы лохи снимаются такие цены либо там покупают вы знаете тут зашел на сервис и посмотрел сколько стоит сейчас недвижимость вообще в мире в разных странах смотрел и средняя цена на квартиры начинается от двух тысяч долларов поэтому дорого это или недорого я не знаю у меня вообще складывается такая позиция что рынок просто конкретно здесь он недооцененный был поэтому сейчас как-то все это дело возвращается опять-таки я не эксперт мы просто путешествуем видели цены там видели цены там и как бы есть чем сравнить конечно отдавать тысячу долларов например за месяц за жилье конечно это много это 80 тысяч рублей если переводим мы на наши но опять таки есть у тебя в комплексе есть все отельное то и плюс это рядом средиземочка плюс рядом походы водопады реки и так далее то подобное то как бы вроде как бы нормальная цена как вы считаете пока мы были на шри-ланге пили кокосы катались на серфинге купались в океане нам ребята которые были здесь говорили ой славян приедете сюда просто одуреть и насколько же подорожала турция это подожди мы же были вот здесь и как бы все было нормально и вот мы прилетели и действительно мы попутали ведь цены на огромное количество продуктов выросла в два раза ну из последнего что меня подвергло шок это морковка она стала стоить 60 лир 60 лир морковь мясо мясо тоже какое-то золотое одно дело покупать рублей за 400 за 500 килограмм а сейчас здесь мясо стоит примерно 350 лир но это на минуточку полторы тысячи рублей за килограмм мяса курица как стоило 50 лир вот если целиковую брать за килограмм так она и стоит молоко как стоило в среднем там 20 лиром так она и стоит но есть определенные позиции в продуктовых магазинах которые реально конкретно подорожали и на самом деле от чего-то даже приходится отходить и здесь сразу же можно обсудить следующий пункт это цены в ресторанах и знаете они здесь настолько большие что если раньше мы спокойно могли поесть в комнате кафе в ресторанчик зайти похлебать супчик то сейчас мы не идем не идем не потому что мы не хотим а потому что ну реально дороговато черба раньше везде стоил 18 25 лир то сейчас он 50 55 а если мы будем говорить про какие-то там интересные рестораны то я думаю что там цена уже и все 80 или 100 лир просто за пюре из чечевицы есть у нас любимое блюдо турецкой пиде раньше мы его покупали тоже также за 40 45 лир извините сейчас начинается от 80 лир то есть в два раза представляете и конечно побаловать себя как мы баловали сейчас часто себя всякими эти местными вкусняхами уже тоже не получается что касается алкоголя мы не злоупотребляем алкоголем это можем пропустить пару банок пива но и то перед нашим отъездом на шри-ланку я уже заметил как пиво подорожало в два раза например пивасик бомонти который я любил подтягивать его здесь в принципе много людей выпивает потому что такое ну более-менее со вкусом пива она стоила 25 лир стала стоит 50 в два раза при этом при всем опять-таки подчеркну что лира как было четыре рубля так и остается что касается другого алкоголя там водки вино и так далее то подобное там вообще цены космические то есть ты заходишь даже если ты хочешь выпить там водочки ты понимаешь что водочка стоит рубля полтора-два на наши деньги как бы бросаем пить как говорится идем купаться море здесь еще бесплатно и теперь поговорим про цены на авто ведь автомобили точнее аренда автомобилей здесь в любом случае очень актуальна и на самом деле по нашей практике по прокатам прокаты всегда загружены спрос есть но спрос то есть но цены на авто действительно космический у нас здесь много знакомых которые постоянно арендуют машины и им есть с чем сравнить да у нас такого опыта нету но опять-таки да мы арендовали машину я немножко приуныл потому что нормальная машина на сутки стоят примерно 70 долларов сейчас так как сезон а если вы берете ну так себе то эта цена вот как мы например снимали по моему 33 35 долларов вот у нас прилетели ребята из москвы взяли тачку за 40 по моему долларов то есть дешевле пока ничего нету опять-таки нужно искать вот нам приезжали ребята антох с юлей они взяли машину за 25 долларов но это в алании и не факт что когда вы придете снимать что такая цена будет абсолютный рандом но хочется сказать одно то что ребята вот которые снимали в двадцатом году автомобили они говорили что спокойно можно снимать за 18 25 долларов сейчас средняя цена на аренду автомобилей 35 40 то есть если вы хотите сюда прилететь взять машину в аренду то конечно на это обратите тоже внимание как бы берите собой котлету побольше есть хотите покататься и что-то посмотреть да наши любимые кемпинги и вы знаете мы действительно очень любим путешествовать на машине останавливаться в диких местах когда нам нужно что-то там постираться там помыться просто сделать передышку мы заселяемся в кемпинге здесь кемпинге реально очень классные во многих кемпингах есть даже аквапарке и стоит точнее стоило на минуточку это хороших нормальных классных денег что ты мог спокойно приехать в кемпинге у тебя есть там абсолютно все только ты еще живешь с огромной территории и наслаждаешься в этом году мы еще не жили в кемпингах так как повторюсь машину пока свою не забрали у нас это еще впереди но ребята которые уже немножко попробовали кемпинги они говорят что цена тоже выросла например если кемпинг отдавал свое машиноместо за 300 лир сейчас это 500 600 да здесь конечно по кемпингам есть такая история что просто сейчас сезон начался и все поехали путешествовать тем более в турции это культура очень очень развита здесь мне кажется у каждого 2 или 3 только есть свой автодом у кого-то есть квартиры автодом зимой они живут своих квартирах а летом они сдают свою квартиру и перебираются в автодом и живут в кемпингах либо на парковках где есть это комьюнити там удобно жить таких мест огромное количество в турции но как в действительности окажется с кемпингами мы конечно это проверим но проверим чуть-чуть попозже очень важный вопрос когда вы путешествие на машине действительно и хотите посмотреть турцию ведь помимо аренды и машины вам еще придется заправлять ее и вы знаете когда мы путешествовали в ноябре и декабре по турции на своем автомобиле цена примерно было от 25 до 28 лир за литр дизеля сейчас цена вот мы как приехали она держится 19 20 19 20 19 20 то есть у них цена ты можешь проснуться и она будет на 2 лиры подороже проснуться потом на 2 лиры пониже то есть у них как-то все так скачет не знаю с чем это связано но в целом сейчас пока что 19 20 лир топлива держится и это лучше чем 27 честно и подводя итог с изменением цен в турции относительно того года хочет сказать что есть надежда что все-таки лира относительно рублю немножко просядет как говорят многие ребята которые что-то понимают вот в этих вот курсах говорят что лира должна упасть и быть 2 и 3 и тогда огромное количество русскоязычных туристов могут себе позволить приехать в турцию и также продолжать жить понятие что турция это действительно дешевый отдых ведь сейчас турция ни разу не дешево я вам говорю это сто процентов мы сейчас здесь прожили почти два месяца после того как мы сюда снова вернулись и реально есть чем сравнить вот сейчас мы в видео вместе с вами это и делаем чтобы вы тоже понимали потому что вопросы такие же продолжаются кто-то знает только из каких-то там уст либо где-то там услышал тогда это подобное нет вот прямо сейчас на нашем примере сравнительный анализ по тому году по разным пунктам мы с вами сделали и реально если лира будет 2 и 3 то для нас цены будут в два раза ниже и тогда мясо которое сейчас стоит 1300 1500 она будет стоить 500 700 рублей и вот это уже нормально то же самое касается топлива и абсолютно всего что я рассказал выше в этом выпуске что скажете комментарии как всегда открыты пишите как я обещал в начале выпуска хочу немножко поделиться нашими планами самом деле нам часто задают вопрос блин а что если дадут а что если не дадут вы решили остаться все прям навсегда в турции и так далее то подобное нет ребята мы не решили но мы хотим получить внж так как турецкий внж откроет несколько дверей например можно будет сделать шенген кто-то говорит что это невозможно а многие говорят что это возможно но как это будет посмотрим вообще смысл в том то что если нам одобряют внж первое что мы сделаем конечно же мы заберем свою машину отправиться путешествовать мы не увидели еще половину западного берега то есть эгейское море половинка нам еще нужно плюс мы хотим отправиться до границы с булгарией с греции посмотреть как там заехать на своем автомобиле в стамбул и пропутешествовать весь черноморский берег ведь о нем вообще мало информации и я знаю точно что его явно недооценили и продолжают это делать там реально очень красиво мы тоже там были половину этого берега мы тоже проехали там классно я очень надеюсь нас получится его пропутешествовать и вам показать насколько же там красиво следующий момент как я сказал выше турецкий комет даст возможность сделать какие-то определенные визы я пока не знаю как это будет работать и получится ли но попытку можно сделать и она гораздо лучше чем ты просто пойдешь российское посольство с российским паспортом как оно будет я тоже не знаю будем проверять но шансы больше если вдруг так получится что нам откажут внж первое что мы сделаем мы заберем машину дата но в этом случае у нас не получится путешествовать по турции у нас будет только 7 дней чтобы покинуть эту страну так как у машины такой регламент в этом случае мы хотим объехать тогда такие страны как армения азербайджан я узнал что там сейчас есть паром переправиться в казахстан посетить киргызстан и заехать в узбекистан это такое будет большое путешествие растянуто скорее всего до середины осени но опять-таки точно не могу сказать это вот такие вот планы опять-таки есть еще один план мы думаем про то что шлепнуть визу болгарскую и поехать в болгарию в черногорию и там еще пять стран какие-то открыты до зимы а потом снова можно также вернуться в турцию попробовать опять получить внж планы такие мы о них тоже вскользь всегда говорим на самом деле просто есть какие-то определенные пути как следовать но как оно пойдет мы не знаем но я думаю что точно стоило поделиться чтобы вы нам постоянно не задавали одни и те же вопросы а зачем а для чего а почему а куда и так далее то подобное еще также в конце выпуска ребята хочется вот что подчеркнуть пока мы путешествовали по россии потом там заезжали в турцию мы очень много были в машине нам многие писали были им остановитесь нужно там уже пожить где-то но мы как на путешествовались мы остановились и пожили в итоге начали жить в даче нам начали писать вот то ли дело были путешествий и так далее по подобное мы ждали внж еще полтора месяца сидели дома для нас лично была такая скучная жизнь потому что мы всегда живем в движении но в итоге нам отказали мы улетели путешествовали по шри-ланке сейчас у нас опять подвешенное состояние и опять начинают писать что вот типа канал про путешествие они сидят дома и чего хочу сказать ребят это наша жизнь мы просто ей делимся если вы конкретно нас смотрели за того то что мы путешествовали по россии и вам нравится наш черноморский берег и вам по сути то мы не нужны вам нужен только черноморский берег то есть кнопочка от писька и все и пойти смотреть другие каналы которые снимают наш берег если вам нравились действительно мы и наши путешествия вам нравилось путешествовать именно вместе с нами то у нас всегда вот так вот жизнь она вот такая вот мы это дома посидим то едем в путешествие то дома посидим мы как бы люди и мы не энерджайзеры нам тоже нужно отдыхать и на минуточку мы не одни путешествием у нас трое детей им не по 18 лет и не по 17 и не по 20 они маленькие и им тоже нужно свое время и мы думаем не только о себе как многие пишут что вот они думают только о семье детях не думают вот вы зайдите вот и почитайте комментарии что людям нужны путешествия а кому-то нужно чтобы мы остановились а кому-то нужно еще чуть другое поэтому ребята мы просто живем своей жизнью и это транслируем мотивируем многих на путешествия не бояться путешествовать все и как бы если вам что-то вас огорчает расстраивает конечно пишите просто это можно делать какой-то чуть другой формы ненаглой как будто мы чем-то обязаны мы никому ничем не обязаны поэтому я думаю что совсем скоро мы уже заберем тачку и отправимся в путешествие это точно неизбежно в любом случае мы куда-то поедем либо так либо так либо вот так но куда-то точно поедем в общем на этом все пишите свои комментарии там 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 приходите сегодня вечерочком на стрим приобретайте наш мерч тем самым поддерживаете наш канал буду с вами прощаться помните все самые важные ссылки есть там в описании пока а